В течение трех дней комиссия выезжала в районы и города Кубани, посещала детские интернаты, реабилитационные центры, больницы и проводила приемы граждан, выездные совещания. Сегодня своими впечатлениями правозащитники поделились с Александром Ткачевым. С руководителем Михаилом Федотовым и остальными членами совета в администрации Край губернатор провел рабочую встречу. Хочу приветствовать себя. Знаю, что вы посетили много районов, посетили специальные учреждения, много с людьми было встреч, потом даже испредительная колония. Здесь сегодня выстраивание взаимодействия власти и некоммерческие организации. В этом плане работа, конечно, ведется. Вы знаете, город производит, столица Края производит очень хорошие впечатления. Спасибо за гостеприимство, спасибо всей вашей команде, которая обеспечила, по-моему, очень хорошую организацию. Мне показалось очень важным, что в Крае есть совет по развитию гражданского общества правом человека. Нужно в орбиту деятельности этого совета включать и экологов, и правозащитников, и гражданских активистов. Пусть они тоже включаются в эту работу. Пусть они включаются именно как члены вот такого совета. В свою очередь Качев отметил, что сегодня в Крае существует практика, когда перед принятием любых важных решений в муниципалитетах проводят публичные слушания. Местная власть обсуждает с жителями городов и районов благоустройство дворов и даже проект бюджета. Кроме того, на Кубани особое внимание уделяют некоммерческим организациям. Сейчас их в Крае уже порядка 7 тысяч. Для финансирования их программ только в прошлом году выделили почти 90 миллионов рублей субсидий. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.